Люблю лягать невежественных атеистов, не делающим, но слаб человек, но хочется иногда заглянуть за горизонт. Я опять знаю, что была тепленькая лужа, может быть даже где-то возле вулкана. Она была вся такая теплая, мне всего было подмешано. Сейчас прошу прощения. Слушаю вас. Здравствуйте. Прошу прощения, я провожу лекцию и она закончится в 11 часов по нашему часу. Давайте уже завтра. Давайте уже завтра. Все хорошо. Извините, что так получилось. Не, не, ничего страшного. Работа есть работа. Работа, работа. Надо вебинары смотреть. Это я вас отругал. Все, пока. Все, пока-пока. Так, ладно, мне никто не обижается. Я свой. Итак, в это теплые люди зародила жизнь. Когда-то выползла наружу, потом стала лягушкой. Нет, да, лягушки потом эти. Потом превратились в кистеперы рыбы, потом они выползли. Мышка размером вот таким вот, смотри, фалангой пальца. Вот, да. Вот. И она стала очень редко за 30 миллионов лет. Я потом еще вам столько всего покажу. Но дело не в этом. Дело в том, что это очень удобно. Понимаете? Очень удобно, когда атеизм, это значит, может быть дураком, а выглядеть не дураком. Они взяли ученого. Смотрите, сейчас покажу. Это пять минут. Но я не могу иначе. Вы отключайте свои ящики и все. Идите, чай пить или что-нибудь, коньяк. Смотрите. Самый кончик взять вот это вот. Меньше миллиметра вот этого, да? Вот это размер вот этого чуда. Так. Это чудо. Его кипятили, кипятили, кипятили. Оно живое. Его поместили в минус 200 градусов. Минус. То есть температура абсолютно вакуума. А оно живое. Понимаете? Вот. А вы горите в теплой луже. Хе-хе-хе. Я просто думаю... Ну, ладно. Еще пару минут. Вот смотрите. Биология. Вот это. Самое страшное, что это седьмой класс. Вот эти два нехороших, а Захаров и Сонин. Виноваты не они. Виноваты, кто выпустил их творчество. Они создали учебник для седьмого класса. Сколько лет детям, которые в седьмой класс ходят? Так. Помните мои... Про волшебников, про червей. Помните мои спритыхания, мои восторженные. Уважительнейшие слова в адрес червей. Десятки. Наверное, за все годы. Сотни раз я говорил. Это чудо. Это все. Это плодородие земли. Это все-все, что я рассказываю. Вентиляция, канализация. Все это чудо-чудес. Ну, что вы думаете? Дети в седьмом классе. Это сколько? Двенадцать? Да, да. Так. Изучали. Я ничего не думаю. Вы думаете, я прикалюсь? Вы просто привыкли и не замечаете. Я замечаю. Так. Черви плоские, ресничные, сосальщики, ленточные, круглые, нематоды, кольчатые, многошерстенковые, малошерстенковые, пиявки. А дальше идут иглоколики. В общем, вот это все на 50... Там еще эти губки добавили. Вот. И моллюски. На 50 страниц. А кто-нибудь пришел в голову, что вот это все вызубрили? Хотя это невозможно вызубрить. Невозможно. Понимаете? Зачем? За что? И ни одного доброго слова про этих червей. Для чего они нужны? А чем кончилось? Почву перекопаем, червей разрубим. Аэрацию, индивиацию, канализацию уничтожим. Попутно. Корни покалечим. Так? Вот. А так как еще... Перед этим еще уберем всю траву, лесу, чтобы... Если случайно эти червяки, ну, после этого всего разгрома дикого, что-то там останутся, искалеченное, разрубленное на части, вот, чтобы им жрать было нечего. Про это-то можно было написать, чтобы они вот эту дурь. А почему я сейчас это говорю? Кто от нас что, зависит что-то? Нет. Но однажды такое случится. Когда-то придет классический человек, который скажет, а ну, матери это самое, всю программу, да быстро, а чтобы за месяц ее переделать, если надо. Вот возьмите эти 199 вебинаров. Это какой по счету пример? Двухсотый, трехсотый? И дети, когда уже будут понимать это, они родители свои это, переучат, придя со школы. Я не мог промолчать. Будем ждать, когда наши придут. Меня уже высмели. О, Макаров Алексей Иванович. Алексей Иванович, вы один из выдающихся садоводов России, современной России. Вот. Но вот этот пессимизм, конечно, он меня убил. Никогда наши не придут. Помните, к чему сводится наши с вами? Нет, не спор. Мы поделились впечатлениями. Горько, страшно, если вы карте справа. Да я знаю, что вы право карте. Вот. И люди будут убивать друг друга, потому что Бога нет, души нет. Вот. Загробного мира нет. Ничего нет. Есть только этот самый черви в этом могиле. В гниющей. А вот это-то можете объяснить, нет? А? Теплые лужи. Минус 200 переносит это существо, которое это, меньше миллиметра. И живет, и размножается. А? Когда для людей дойдет, как может быть с первого мужчины храниться при этом самом, в замороженном виде. Я забыл, 170, по-моему, градусов. А потом дети родятся. Об этом думали какая-то самая, когда вот эти книги создавали про теплые лужи. Ну и че? Высказал все.